Молочные реки, кисельные берега. Таким раньше представляли рай. Молоко считалось универсальным лекарством. В наши дни у многих людей появилась аллергия на молоко и лактозу. Неужели все дело в кормах для коров? А может быть на земле начали рождаться совсем другие люди, которым молоко изначально противопоказано? Индия. Январь 2018 года. Всемирно известная продовольственная компания объявляет о закрытии в стране молочного производства. Причина – нерентабельность. Теперь вместо сливок, йогуртов и сыров продовольственный гигант намерен выпускать растительную продукцию для вегетарианцев и любителей сои. Украина. Январь 2018 года. Местным фермерам дается 6 месяцев, чтобы распродать молоко собственного производства. С 1 июля торговать им будет запрещено. В селах паника. 14 миллионов человек, которые зарабатывают за счет личного хозяйства, рискуют остаться без средств к существованию. Виной всему договор об ассоциации с Евросоюзом и внедряемые Западом стандарты качества. США. Январь 2018 года. Дональд Трамп ужесточает иммиграционную политику. Американским фермерам рекомендуют отказаться от услуг приезжих и перейти с ручной дойки на автоматическую. На покупку доильных аппаратов государство предоставляет выгодные кредиты. Местное молоко станет дешевле. Эксперты уверены, все эти новости складываются в общую информационную картину. Нас словно предупреждают, мир стоит на пороге новой войны. Войны из-за стакана молока. Сегодня в программе. Коровы апокалипсиса. Как парнокопытные уничтожают человечество. Происходит ускоренное старение молока, соответственно, его протисание. Европейская скотина. Почему Запад запретил украинцам торговать своим молоком? Пойдет огромное количество болезней для детей, для взрослых. Золотой теленок. Сколько можно заработать на молочном бизнесе? Кто владеет молоком, по сути, владеет миром. Кровь с молоком. Какой тайной связаны эти две жидкости? У них наступает очень интересный эффект. В апреле 2017 года между давними партнерами США и Казахстана, и Канадой разразился нешуточный скандал. Оттава отказалась сотрудничать с американскими фермерами. Там посчитали, что соседи намеренно сливают излишки своего молока в другие страны, тем самым нанося ущерб их экономике. В поле боя у них там молочный рынок. Это у американцев перепроизводство, у канадцев не наблюдается какого-то жесткого недопроизводства. Они следят за состоянием своих фермеров, не могут допустить их там разорения и так далее. Эксперты говорят, удивляться тут нечему. Каждая страна отстаивает свои экономические интересы. Правда, неясно одно. Молока в США производят значительно больше, чем нужно как внутреннему, так и внешнему рынку. При этом государство продолжает вкачивать в индустрию огромные деньги. Но зачем? Тот, кто вовремя не сориентировался и не развил соответствующим образом производство свое собственное, будет страдать. Что касается европейцев, ну, очевидно, что это обычная конкуренция, которая заставит правительство, вот уже объединенной Европы, как-то отреагировать. Получается, молоко действительно может быть оружием нового типа для уничтожения потенциального противника. Пусть и экономического. Но почему для противостояния американцы выбрали именно этот напиток? Молоко, как икру, жидкость метафизическая. На самом деле молоко действительно обладает силой, властью и огромным потенциалом, огромной мощью. Кто владеет молоком? По сути, владеет миром. Америка, когда она захватила все объемы поступления молока на рынок, опаивая все народы, она захватила власть над миром. Молоко – первая еда младенца. Это жизненно важный продукт. Не зря наша галактика, вероятно, единственная во Вселенной, где есть разумная жизнь, называется Млечный путь. А значит, в этой чудодейственной жидкости могут быть скрыты тайны мироздания. Молоко прокисает во время грозы. И это не суеверие. Колхозники в Советском Союзе боялись разрядов молний, от которых пропадал удой. Наука до сих пор не может объяснить это явление. Впрочем, в наши дни молоко почему-то перестало реагировать на грозу. Исследователи утверждают, неважно, где находилось молоко, в кастрюльке, в холодильнике или в банке на столе. Было оно кипяченым или сырым. В непогоду напиток все равно портится. Приехали за молоком, и вот тучи нашли, и вот гроза, да, гремит, все, дождь идет. И вот они наливают, да, это молоко прокиснет. Отчего же это происходило? Оказывается, кислотность напитка менялась по вине так называемых сфериксов – длинноволновых электромагнитных импульсов. Идет гроза, воздух разряжается, и происходит выброс озона и водорода в воздух. И поэтому химические реакции, которые воздействуют на жидкости, в первую очередь на молоко, они притекают гораздо быстрее. То есть происходит ускоренное старение молока, соответственно, его прокисание. Наука до сих пор не в состоянии объяснить, каким именно образом загадочные волны провоцируют скисание молока. Молоко – это живая субстанция. Как только она начинает чувствовать определенное движение воздуха, происходит химическая реакция. В деревнях и селах издавна знали о подобном свойстве молока. А потому в ведро со свежим удоем обычно бросали лягушку. Это вовсе не колдовской ритуал. Сам по себе напиток хранится всего 3-4 дня, а с жабой – вдвое больше. Молоко – это по-своему слизистый продукт. Его выделяют определенные железы. А слизь, которую выделяет лягушка, поддерживает кислотно-щелочной баланс в молоке. Сегодня на прилавках огромный выбор молока. Подешевле и подороже. В мягкой и в твердой упаковке. Большей или меньшей жирности. Объединяет продукты одно – срок годности. Как правило, он варьируется от 6 до 12 месяцев. То есть такой напиток хранится, обратите внимание, минимум в 30 раз дольше, чем обычное деревенское молоко. Но как это возможно? Там ничего хорошего, живого нет. Когда человек это молоко пьет, мы понимаем, что все его обманули. На всех этапах его послали нафиг. Соответственно, там добавляется фального масла, и получили срок реализации – год. Сохранило ли молоко свое исконное свойство прокисать в грозу? Давайте проведем эксперимент. Мы купили молоко деревенское, только что из-под коровы, и молоко, прошедшее промышленную обработку. Кислотность молока примерно одинакова – около 7 pH. Это говорит о том, что оно свежее. Подтвердим результаты при помощи латмусовой бумаги. Можно приступать к опыту. Помещаем емкости с молоком в специальную установку, которая имитирует молнию. Сила тока атмосферного электричества достигает 500 тысяч ампер. Напряжение – миллиарда вольт. Создавать в лаборатории разряд по мощности, сравнимый с природным, нет никакой необходимости. Его воздействие на живые организмы такое же, как у настоящих молний. Для чистоты эксперимента увеличим время воздействия электрических разрядов на оба вида молока. Завершаем исследование. Латмусовая бумага, которую опустили в натуральное молоко, изменила цвет. Напиток прокис. В нём даже видны свернувшиеся белые хлопья. Здоровье молоко отличается от молока магазинного тем, что оно всё же состоит из природных элементов. Из тех микроэлементов, которые вкладываются именно в железу определённую и вырабатываются организмом. Молоко, купленное в супермаркете, не изменило цвет лакмусовой бумаги и осталось таким же по вкусу. Похоже, молнии для него не представляют никакой опасности. Многократная обработка любой жидкости. Ещё есть молока, яркий пример, что отсеиваются не только вредные элементы, но и полезные. И молоко становится это мёртвое. Это просто жидкость, молочная жидкость. Теряются различные полезные вещества, в том числе и так называемый селен, и поэтому молоко становится практически вечное. Но есть ли хоть малейшая польза от такого вечного молока? И насколько можно верить службам, которые разрабатывают ГОСТы и пропускают подобные продукты на рынок? Молоко из магазинов, оно имеет смысл свой, потому что оно всё же помогает нам в строении костей. Там есть основа вот эта, которая помогает связкам и костям. Кокосовое, миндальное, соевое и рисовое. Растительное молоко активно набирает популярность среди любителей здорового образа жизни. А вот про коровье в последнее время всё больше негативных отзывов. Якобы у одних на него аллергия, а у других просто непереносимость. Так действительно бывает. Дело в том, что непереносимость лактозы носит некий географический характер. То есть люди разных рас по-разному воспринимают молоко. Среди азиатов негативные реакции на молоко встречаются в 78% случаев. У афроамериканцев в 75%. А европейцы не переваривают его только в 18% случаев. Но почему? Белые народы с белой кожей, они могут воспринимать молоко. Потому что есть такой фермент в желудке, который его расщепляет практически от нуля и до конца жизненного срока. Если мы возьмём жёлтую расу и чёрную расу, у них этот фермент перестаёт работать уже после года. Эксперты говорят, слепо следуя за западной модой, мы выпускаем из виду один немаловажный момент. В отличие от других народов, русские люди испокон веков употребляли в пищу молоко. Однако сегодня безоговорочный лидер в его производстве США. А значит, на нас существует рычаг давления. Более того, от американцев зависит не только, кто и когда получит свой стакан молока, но и его состав. США, Калифорния. Июль 2015 года. Два биоинженера из Калифорнии, Перумал Ганди и Риан Пандия, в эфире популярного телеканала демонстрируют своё уникальное детище. Первое в мире полностью синтетическое молоко «Муфри», что в переводе с английского буквально означает «бескоровное». Они внедрили ДНК коровы в ДНК дрожжей и вырастили совершенно новую лабораторную культуру в чашках Петри. Добавляют в смесь минералы кальций, калий и сахар. В общем, по вкусу эта смесь получается похожая на молоко. В составе альтернативного молока, помимо модифицированного грибка, есть 20 различных ингредиентов. Правда, они составляют всего 13% напитка. Остальные 87% – вода. Для придания такому коктейлю жирности туда добавляют пальмовое масло и масло кунжута. Искусственную систему производства создатели назвали шутливо «внешнее вымя». Три года назад над ними действительно посмеивались, но сегодня упаковки «Муфри» красуются на полках крупнейших американских продовольственных магазинов. Стоит подобный продукт почти в два раза дороже своего натурального аналога, но, тем не менее, пользуется у местных повышенным спросом. Помешанные на здоровом образе жизни американцы предпочитают бить суррогат. Они объясняют это с заботой о коровах и об экологии. Они доказывают, что это молоко полезно младенцам. Но вы просто задумайтесь на секунду, какой это бред. «Муфри» уже активно экспортируют в самые разные страны. Но зачем американцам создавать и распространять синтетическое молоко, когда у них перепроизводство натурального? Смотрите далее. Волшебное зелье. Как при помощи молока развить суперспособности? При этом быстрые, ловки, дееспособные. Красота по-древнеегипетски. Какую тайну царица Нефертити унесла с собой в могилу? Мы берем ложку меда чайную и размешиваем в молоке. Черное молоко. Зачем умываться нефтью? Они старались полностью себя покрыть этим веществом. Украина. Январь 2018 года. В силу вступают поправки к закону о безопасности и качестве продовольственных продуктов. Из перечни разрешенных к торговому обороту продуктов исчезает так называемое молоко второго сорта, то есть полученное на домашнем подворье. Украина должна выполнять требования Европейского Союза, а уровень развития сельского хозяйства в Европейском Союзе далеко убежал от украинского. И там, например, такого явления, как массовое личное подсобное хозяйство, ну просто как такового нет. В Европе сегодня признают только три сорта молока. Первый, высший и экстра. Молоко от бабушки, которым всегда славилась бывшая житница Советского Союза, в эти стандарты не вписывается. Вы понимаете, что это бред, потому что в деревне бабушка, старушка, семья кормит корову самым лучшим продуктом, не применяя химии. Вот это молоко является экологически чистым. Корова пасется на хорошей стороне. Соответственно, это лучший из лучших молока, который может быть. Эксперты уверены, после того, как в стране исчезнут крестьянские хозяйства, черноземные поля, которыми славится Украина, полностью перейдут под контроль Евросоюза. А местным гражданам, чтобы прокормиться, придется уезжать за кордон и за скудную плату батрачить там усытых иностранцев. Землю займут европейские компании, которые будут применять гемиозы, кукурузы, пшеницы, сои, которые будут только здесь выращиваться для всей Европы, для всего мира. Именно геметическое измененное пойдет огромное количество болезней для детей, для взрослых. Понимаете, какое может быть социальное последствие? Исследователи говорят, сначала, спровоцировав Майдан, Запад пролил в Украине немало крови. А теперь он отгорает у народа право производить молоко. Казалось бы, где тут связь? Но дело в том, что именно кровь и молоко – две сакральные жидкости, носители жизненной силы. И если отнять у людей и то, и другое, нацию ждет настоящая катастрофа. Кровь с молоком. У жителей Восточной Африки существует обычай. Они пронзают сонную артерию коровы тонкой стрелой, но прежде просят у животного разрешения. Получив нужный объем крови, африканцы затыкают ранку глиной. Как ни странно, этот напиток многие народы считают эликсиром жизни. В чем же его секрет? Так выглядят представители племени Масаи, которая обитает в Кении и Танзании. Несмотря на неприглядный внешний вид, их мужчины отличаются невероятной силой и удивительной интуицией. Именно она помогает местным успешно охотиться вот уже сотни лет. Секрет в питании. Масаи человек мог стать лет 12-13-14, не знаю, до 50. Вот весь период своего пребывания в сообществе Масаев они употребляют в пищу только коровью кровь, смешанную с молоком. При этом быстрые, ловки, дееспособные и так далее. Для цивилизованного человека рацион более чем странный. Любой врач скажет, что так долго не протянешь. Однако подобный способ питания благополучно практикуют многие азиатские кочевые племена, а также северные народы. Именно эта еда делает из них непревзойденных воинов. Но как? У них наступает очень интересный эффект. Например, входить в определенное состояние. Полутрансовые. Они очень легко перемещаются на тета-уровень. Когда вы можете увидеть оболочку нашей планеты, почитать. И можете узнать, какие события ждут вас или ваше племя. Мало кто знает, но молоко может не только улучшать бойцовские качества человека. В сбродившем виде, утверждают эксперты, оно в состоянии продлевать жизнь. Когда алкогольная кислота перемешивается с молоком, получается очень мощный такой абсорбент, который выгоняет из организма все токсины, которые существуют. И чем активнее организм принимает подобное вещество, тем быстрее у него проходят заболевания, например, желудочно-кишечной системы. Но злоупотреблять нельзя ни в коем случае. Клеопатра, Нефертити и другие легендарные царицы сохраняли свою красоту, принимая молочные ванны. А вторая жена римского императора Нерона, божественная Августа Папея Сабина, даже путешествовала в сопровождении табуна ослиц. Так у нее круглые сутки был доступ к этой волшебной жидкости. Многие просвещенные женщины использовали ее в магических ритуалах. Один из них нам продемонстрировала эзотерик Ксения Веда. Ритуал, который делается именно с молоком, на удачу, на ладную судьбу и на благополучие. Мы берем стакан и наливаем в него молоко. На молоко мы наносим заговор. Как молоко белое, без притыков, так и судьба моя, ладная. Далее мы можем молоко подсластить медом. На жизнь сладкую да медовую. Мне молоко пить, в сладости жить истинно. После этого молоко выпивается мелкими глоточками. В древних трактатах говорится, что молоко оказывает стимулирующее воздействие на мозг и способствует развитию интеллекта. Именно поэтому корова в Индии до сих пор считается священным животным. Молоко – удивительная структура, которая состоит из всех элементов, которые существуют на планете Земля. В маленьких количествах есть все абсолютно. Начиная от калия кальция и заканчивая аминокислотами. Жирными, нежирными и так далее. В каждой российской семье знают, нет лучшего лекарства при простуде, чем теплое молоко с медом, сливочным маслом и содой. Выпьешь на ночь и наутро всех вори как рукой снимет. Молоко – первый источник нашей жизни. Сода – пепел богов. Ее занесли на нашу планету. Мед состав уникален тем, что он взаимодополняет друг друга. Сода, она дает сразу активацию всех веществ молока мгновенно. Мед дает очень легкое переваривание и открытие сразу трех ферментов, которые одновременно не работают в желудке человека. Однако сегодня это народное средство почему-то считают неэффективным. Нас с детства начинают отучать от натурального коровьего молока. На кухне молодой мамы можно найти популярные каши и смеси известных брендов для прикорма грудничков. Но из чего эти продукты делают на самом деле? Я приехал на один из молозаводов, хотел бы договориться помыть бочек с молоком, пригнал бочек туда. И я говорю, спрашиваю, вы не можете помыть бочек? Они говорят, да нет, у нас даже оборудования нет. Я говорю, а как же? Вы же делаете детское питание. Как же? Вы же молока должны делать. Они говорят, у нас молока не приходит давно уже. Уже лет 30 какого нету. Представляете? Вот это ужас, вот это страшно, это дети едят. Почему же нам внушают, что коровье молоко несовместимо со здоровым образом жизни? Это абсолютно парадоксальная ситуация. Здоровый образ жизни – это тоже понятие весьма растяжимое, и им тоже можно манипулировать. Поэтому тут вопрос, скорее, уже идет именно пропаганда, а не здоровый образ жизни. Борьба за здоровый образ жизни охватила все слои населения. Сегодня миллионы людей посещают фитнес-зал и отказываются от натурального молока, напрочь забыв о его необыкновенных свойствах. Молоко усмиряет стихию. Именно оно помогло остановить в начале 2018 года мощное наводнение в Индонезии и Южной Америке. Только в Аргентине от него пострадали почти 60 тысяч человек. Вода прекратила буйство лишь после того, как шаманы провели магический обряд, накормив духов молоком. Молоко действительно обладает невероятной энергетикой. И не только положительной. У колдунов существовало понятие «черное молоко». Сохранились описания, как с его помощью наводили порчу. Крынку с заговоренным на болезнь напитком ставили у дома жертвы. Если человек, который переступал порог, не замечал ее, эту крынку, то в этом случае молоко прокисало, и проклятие считалось действующим. Если же человек, переступая порог, обнаруживал эту крынку каким-либо образом, в этом случае проклятие могло обратно вернуться к колдуну и привести даже к окончательному летальному исходу. Поэтому, как правило, колдуны всегда крынки старались аккуратно маскировать, чтобы их не было видно. Говорят, что даже опытные маги стараются не связываться с колдовством на молоке из-за непредсказуемых последствий. Есть две субстанции – белая и черная. Если мы соединяем его, мы получаем абсолютную гармонию. Белое молоко млекопитающих, особенно разумных, это вот этот самый инь. И янь – это черное молоко, это кровь и молоко земли, это нефть. И действительно, нефть называют кровью земли, а иногда черным молоком. Существует обычай, который безукоризненно выполняется, когда открывают новое место рождения. Все должны умыться струей горючей жидкости, бьющей из недр планеты. Древние индусы тоже очень любили те места, где на поверхность выходила нефть. И они старались полностью себя покрыть этим веществом. Параллельно с этим они пили молоко. После этого человек выходил и мог очень легко очаровывать других людей. Это было связано как раз с теми оболочками, которые находятся вокруг нас и которые активируются благодаря этим веществам. Молоко считается священным напитком у многих народов. Монголы использовали его в своих ритуалах. При этом молоко ни в коем случае нельзя было проливать. А если это случайно происходило, нужно было плеснуть на лоб каплю пролитого. Бедуины считали греховным продавать молоко. У бурят молоко – символ плодородия, небесных энергий, ну, такого яркого, мощного света. Вот перед началом всякого пути уходящего человека кропят этим молоком вслед, таким образом передавая ему жемчужно-небесную энергию. Получается, молоко в том или ином виде пропитывает все окружающее пространство. Но может ли оно погубить человечество? Смотрите далее. Живые мертвецы. Как нас убивает синтетическое молоко. Питание уже как 20 лет в Европе изменилось. Прокисшая правда. Кто придумывает мифы о молоке? Это уничтожение российского народа идет. Оружие творожно-массового поражения. Как молочные продукты могут уничтожить целые страны? Не нужны конкуренты, в том числе в сельхозсекторе. Колумбия. Январь 2014 года. На кладбище небольшого города Сан-Бернардо после обильных дождей размыло десятки могил. Удивительно, но трупы в них совсем не разложились. Первым это заметил гробовщик Эдуарда Сифуэнтес. Местная администрация решила, что на необычном явлении можно неплохо заработать. Живых мертвецов выкопали из могил, загримировали и выставили на всеобщее обозрение в одном из склепов, даже не задавшись вопросом. Что же произошло с телами? Может, дело в молоке, которое пили усопшие? То же самое происходит и в Европе. Тела, вместо того, чтобы начинать разлагаться и гнить, превращаются в такой жировоз, несъедобный для тех же самых бактерий. Ученые объяснить это в принципе не могут, потому что питание уже как 20 лет в Европе изменилось. И оно стало больше химическим. А тела наши уже в современном веке становятся некими такими химическими продуктами. Великобритания. Август 2016 года. Пресса поднимает шум из-за смерти 15-летнего подростка. Журналистов обеспокоили результаты вскрытия. Выяснилось, что состояние внутренних органов ребенка, как у дряхлого старика. В графе «Причина смерти» врачи указали аллергию. Вероятнее всего, на искусственное молоко. Аллергия. Чума третьего тысячелетия. Болезнь современной цивилизации. По прогнозам ученых, в ближайшие пять лет она поразит больше половины населения Земли. Самым главным аллергеном является молоко. Почему люди больше не могут его пить? Ольга Ивлева. Хозяйка молочной фермы. Больше 20 лет она работала в совхозе техником-ассиминатором. В 90-е хозяйство разорилось. Высокоудойных коров собирались отправить под нож. Этого Ольга вынести не смогла. Написали заявление в нашу администрацию. И вот нам выделили вот эту землю. 1,74. И вот на этой земле мы построили... Ну, мы занимались всегда животноводством. И раньше у нас было небольшое хозяйство. Но всегда у нас была корова. Ну, и другая живность мелкая. На этой ферме нет ничего необычного. Все, как было в стариной Руси. Корова-кормилица. За ней ухаживают, ее любят, они заботятся. Корма только лучшие и свежие. В ответ на добро животное дает молоко, которое дарит людям здоровье и силу. Началось хозяйство с одной буренки. Сегодня на ферме более сотни голов. Среди них и дойные, и молодняк. Моя красотулечка. Моя, моя, моя. На, моя зайка. На, моя хорошая. Расти большая, коровкой будешь. Чтобы была корова, нужно 2 года. 24 месяца, чтобы получить корову дойную. Сотелы у меня до 40 литров дают корову. Вот мы за год надоели 7 тонн. Вы понимаете? Все полученное молоко здесь же и перерабатывается. Этот товар в местном магазинчике разбирают практически мгновенно. К нам приезжают люди попить молочка. Здрасте. И они очень любят. Я вижу, как они растут на моих глазах. Что они физически здоровы. Никаких у них нет там каких-то болезней. Да, и родители благодарят. У коров здесь четкий распорядок дня. Кормление по расписанию и трехразовая дойка. После каждой животное должно отдохнуть. Перед некоторое время они уже в вечерней дойке, они тоже начинают подниматься. На ферме 3 человека у меня доярка и 2 помощника. Это корма раздают. Вот подстилочный материал чистят. Вот они подсыпают опилки у нас. И вот так ходят постоянно. Коровка легла. Может, там прошли, посмотрели. Все в порядке. Ольга Ивлева уверена. Все слухи о вредности натурального коровьего молока распространяют намеренно. Я сама читаю там в интернете, молоко, это парное молоко, это прям плохо. Понимаете? Ну, пусть они это говорят, пишут там. Это на их совести. Это уничтожение российского народа идет. Вот это что. Не буду потреблять молока, не будет здоровья. Это было веками. Господь нам даст и здоровье, и жизни. Вот, я считаю так. Так почему нас убеждают, что натуральное молоко – это вредно, а вкусно и полезно только то, что произведено на территории Евросоюза и США? Может, это не с коровами что-то не так, а с людьми? Вот этот расхожий советский слоган «Пейте эти молоко, будьте здоровы», раньше он был абсолютно верным. Поскольку раньше производство было натуральное, строго за этим следили, потому что были в том числе и ГОСТы по продукции. Сейчас этот слоган, к сожалению, становится все менее и менее правильным. США. Июнь 2003 года. Ученые из университетов штата Небраска и Юта делают сенсационное заявление. В ближайшие 30 лет человечество погибнет и убьет его не ядерная бомба, а коровы. Именно буренки, по мнению заокеанских специалистов, усиливают парниковый эффект и разрушают озоновый слой земли. Губительный метан образуется в желудках животных во время переваривания пищи. Затем он попадает в кровь и выходит через легкие. Мягко говоря, неординарная теория. Но зачем американцам придумывать и финансировать подобные исследования? Конечно, им не нужны конкуренты, в том числе в сельхозсекторе. А зачем конкуренты? А ООН – это их карманная структура. Штаб-квартира ООН расположена в США почему-то. Они хотят уничтожить производителей натурального молока и завозить свой порошок. И стали производить порошок по их технологиям. Получается, Запад пытается любыми способами убедить мир отказаться от производства натурального молока. Сначала потребителям предлагают суррогат, мотивируя это заботой о животных. Потом вкладывают деньги в исследования, которые доказывают вред напитка и его аллергенность. А теперь и вовсе говорят, что буренки представляют угрозу планетарного масштаба. При этом, несмотря на устрашающие прогнозы, сами американцы производство почему-то не сворачивают, а только расширяют рынок сбыта. Особый интерес к странам Азии, где в силу исторических традиций молоко почти не употребляют. Китайские, например, нации, Хань, они действительно не могут усваивать молоко в пост-детском возрасте. Это вопрос продавления продукции, агрессивного маркетинга, но при этом тут вопрос идет исключительно в бездумном потреблении, ни к чему не приводящему. Все равно китайский организм взрослый, даже подростковый уже, он не сможет усваивать молоко. Что это? Желание заработать деньги любой ценой? А может быть, геополитическая диверсия? Или здесь кроются более глубинные замыслы? Китайские ученые вживили коровам человеческий ген. Сегодня в Поднебесной есть целое стадо из 300 коров, дающих аналог грудного женского молока. Говорят, оно не вызывает аллергии у младенцев. Впрочем, удачным эксперимент не назовешь. У коров рождаются бесхвостые телята-мутанты, большинство которых умирают сразу после появления на свет. В Китае всегда было недостаточно места для полноценного выпаса скота. Поэтому молоко не использовали в традиционной кухне. Недостаток кальция, витамин D и других элементов, которые содержатся в молоке, жителям Поднебесной компенсировали рис и морепродукты. Медики знают, в организмах местных жителей не достает особого фермента лактазы. А потому до определенного момента китайцы не знали, что такое творог, йогурт и сыр. В Китае мы пытались уничтожать опиумными войнами. Это привело к значительному ослаблению экономики и подрыву китайского национального здоровья. То же самое и здесь. Теперь опиум заменили так называемым молоком. Еще 30 лет назад молока в Поднебесной было не достать. Сегодня оно повсюду, хотя и стоит довольно дорого. В пересчете на наши деньги примерно 150 рублей за литр. Что будет, если китаец начнет регулярно употреблять молоко в пищу? Сломить врожденное генетическое устройство и здоровье китайской нации с целью его ослабления. Поскольку Китай, как уже поняла Западная Европа, в первую очередь США, военной силы не взять, потому что так или иначе возможен союз с Россией. Поэтому его будут подрывать вот изнутри и использовать такой вот изощренный и очень тонкий способ с помощью сельхозпродукции, с помощью молока. Очень умный ход. Так выглядит выведенная в Бельгии порода ГМО-быков. Эти мутанты растут, как на дрожжах. Масса их тела на 40% больше, чем у сородичей. Но зачем нужны монстры? И что за телята могут от них появиться? А главное, какого качества молоко потом они станут давать? Представьте себе, три года корова дает по 30-40 литров. Через три года эта корова отправляет на мясо. Но когда делают разрез или убой, внутри органы черные в этой корове от химии, которые кушают эту корову. Россия сегодня для Запада, как красная тряпка для быка-мутанта. Причина откровенной ненависти проста. Наша страна закрыла иностранной продукции вход на внутренний рынок. Молочная продукция американская подпадает под действием. эмбарго, но тем не менее нужно думать о том, чтобы свой сектор собственный развивать и смотреть, чтобы давление из, соответственно, внешних поставщиков не убивало перспективы развития собственного производства. Что же есть у России, чего нет у других стран? За что одни ненавидят нас до дрожи, а другие безмерно уважают? Смотрите далее. Мужская работа. Как правильно доить корову? Хорошая девочка. Да-да-да. Молочная диета. Что будет, если пить одно молоко? Воду не знаю, когда пью. Я и вместо воды его пью. В поисках вечной жизни. Какие тайны скрывает Крым? Мы топчем эту землю, ходим по этим растениям, дышим, с этим воздухом. Почему же Америка и Евросоюз объявили коров угрозой глобальной безопасности? Ответ найдем в древних источниках. Молоко – это не только антидот от пищевых отравлений, но и прежде всего от отравлений духовных. Из ран вместо крови и стекло молоко. Эта фраза встречается во многих жизнеописаниях христианских мучеников. Что это? Метафора или реальное событие? В любом случае, молоко явно имеет сакральное значение для всего человечества. По данным социологических опросов, сегодня все больше людей переезжают из мегаполисов в глубинку. Актер, предприниматель и спортсмен, 11-ти кратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса Александр Муромский один из таких. Мужчина говорит, здоровье превыше всего. Раньше я приезжал в различные супермаркеты, смотрел на продукты, которые фермерские, но, знаете, себя не обманешь. Господь так вложил человека, что он чувствует натуральное. Русский богатырь Александр Муромский из тех, кто решил отказаться от покупного молока и теперь питается только теми продуктами, которые приносит любимая буренка. По его словам, доить корову обряд, который он не доверит никому. Наша хорошая родная буреночка. Сейчас я теплой водичкой промываю сосочки, потому что это девочка. Должно быть все нежно, хорошо. Сделали массажик, смазали сосочки. Вот, теперь мы протираем, чтобы у нас молоко все было чистое. Вот, у нас теперь чистый сосочек. Тряпочку кладем здесь рядышком, она еще может пригодиться. Поставляем ведерочком и приговариваем. Моя хорошая корова, дай мне молока. Начинаем потихоньку доить. Хорошая девочка моя. Да, да, да. И вкусняшечки тебе положили, теперь покушаешь. И молочка подаришь. Ну, вот сколько молочка мы уже надоили. Вот, можете посмотреть. Вот, у нас целое, почти ведро. Нужно вытереть руки. Вот, сказать нашей буренке спасибо тебе большое. Мало кто знает, но этот нехитрый ритуал, знакомый с детства каждому сельскому жителю, на самом деле ничто иное, как взаимный обмен энергиями человека, животного и матери земли. Наше родное молоко отличается тем, что оно принадлежит нам. мы топчем эту землю, ходим по этим растениям, дышим, этим воздухом. То же самое делают наши коровки, козы, которые дают нам молоко. Мы подстроены под них, а они под нас. И поэтому продукты натуральные из фермерских хозяйств, они гораздо более полезны, чем те, которые привезены из-за границы. Мама, папа, шестеро детей, а еще коровы, козы, лошади и верблюды. У дружной семьи большое хозяйство на хуторе Тополи в Белгородской области. Ну, гроза, это мечта, это ромашка, это зоя. В семье Клыженко с животными умеют управляться даже дети. Излишки молока продают, а на вырученные деньги живут. Никто и никогда в этой семье не слышал про аллергию или непереносимость натурального молока. Западные приверженцы здорового образа жизни вероятно ужаснутся таким словам. Воду не знаю, когда пью. Я и вместо воды его пью, и каши все ем, и творог ем, и сметану ем. Я рад, что дети все едят молоко. Мы живем на молоке. А вот верблюдов Клыженко решили завести не для пользы, а ради удовольствия. Детям понравилось. Это у нас Герта, это сзади самец Кай и их детеныш Геркулес. Спокойный, покладистый. Любят кушать сено, то есть то, что и коровы, жвачное животное. Приобрели мы их для детей, не только для своих, а приезжают и с района, и с других сел влюбуются. Однако своим детям Александр кататься на верблюдах пока не разрешает. Пусть вырастут сначала. На молоке. Россия. Вологодская область. Апрель 2018 года. В поселке Семенково принимает гостей музей вологодского масла. Этот продукт больше века является гордостью России. Вологодское масло, ну, это так же, как, не знаю, как шампанское из какой-нибудь провинции французской или как вино из какого-нибудь места там итальянского или французского. Вологодское масло изобретение Николая Верещакина, старшего брата художника-баталиста Василия Верещагина. Прежде чем придумать особый рецепт, он изучил молочное хозяйство нескольких стран Швейцарии и Голландии, Дании и Германии. Взяв все лучшее у европейцев, Верещагин создал поистине уникальный продукт. Исторически так получилось, что люди там занимались скотоводством. Там хороший, сочный травостой, потому что летние условия мягкие, не жарко, дождей хватает, трава сочная, сен получается, травы тоже неплохое. Может быть, сейчас, не знаю, может, в Сибири где-нибудь еще лучше места есть. Но в Центральной России это одно из самых лучших мест для развития молочного животноводства. К молоку на Руси всегда относились как к еде сакральной, питающей не только тело, но и душу. Считайте, что это просто вот Богом заведенный порядок, природа уже все дала. Если молоко постоит, то из него получается просто кваша, можно снять вершки, это получаются сливки. Если молоко уж совсем сильно постоит, и слить в воду, и дать еще постоять, то получается сыр. Это все молочные продукты, это божий дар. И в дореволюционной России, и в СССР не знали, что такое йогурт. Зато уважали ряженку за ее невероятные свойства. Утоляет жажду лучше воды, устраняет мигрени, укрепляет иммунитет. Наши невероятные свойства усваивать и делать свои все чужеродное относятся и к молоку. Если на нашу землю привезти каких-нибудь канадских коров, например, альпийских и так далее, через год это будут наши коровы. Они ассимилируются, их все железо, которое есть у них, они будут работать в том ритме, в котором нам нужно, и мы снова получим то, что необходимо нашему организму. Отчего же так происходит? В русском языке немало пословиц и поговорок, отсылающих нас к космическому происхождению земного молока. Может, предки знали что-то, о чем мы только догадываемся? Молоко и масло, солнце и луна. Что между ними общего? Ответ содержится в древнем мифе о сотворении мира. Боги взболтали ведро с первобытным океаном. Так появились молоко, масло и оба светила. Дневное и ночное. Правда, в этой божественной маслобойне возник и побочный продукт Сома. Таинственный напиток, обладающий удивительными свойствами. О божественном напитке упоминается в самых разных культурах. Эта жидкость, попавшая к нам из глубин Вселенной, увековечена даже в географических названиях. В Японии есть город Сома, который находится в префектуре Фукусима. На западе Турции город, который носит такое же название. Сома – это напиток древний, который использовался в Древней Индии. И легенды некоторые гласят о том, что попробовав этот напиток, люди получали бессмертие. Напиток сам приготовляется из молока и стеблей растений Сома. И добавляются другие туда ингредиенты. Загадочная и священная Сома неразрывно связана с русской землей. На это указывают древние легенды. Все русские народные сказки обязательно имеют молочные реки, кисельные берега. Это страна изобилия. А у нас очень много сакральных мест. Сибирь, Нижегородская область, Тамбовская область. Феноменально мощная. Крымский полуостров особо отмечен в старинных ведических легендах. По данным исследователей, раньше здесь протекала река Сома, дарующая бессмертие, продлевающая жизнь и исцеляющая от болезней. Крым одно из самых уникальных мест, существующих на нашей планете. Это одна из, простите за мысль, грудей нашей планеты. Именно там совмещается любовь, ненависть, жизнь, смерть. И там всегда будут сохраняться очень точные поколения для этой планеты. Они будут сохранять точный генный код. Эксперты уверены, этим и объясняется нежелание Запада признать Крым частью России. Наши противники хотели бы, чтобы полуостров, где когда-то протекала Сома, как можно дольше давал повод для розни и агрессии. Ведь в недобрых руках все может превратиться в разрушительное оружие. Даже такая удивительная жидкость, как молоко. Человечество вступило в новый этап своего развития. В этом уверено большинство исследователей. Изменения уже начались с молока и не только на земном, но и на космическом уровне. Недаром галактика, в которой нам дана жизнь, называется Млечный путь. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова